В сегодняшнем Евангельском Благовестии мы слышали с вами о удивительной встрече Иисуса Христа со слепым человеком по имени Вартимей. Этот человек был, конечно же, очень беден, нищий, потому что у слепого человека нет возможности заработать себе даже хлеб насущный. И он сидел при дороге и побирался. Он просил с протянутой рукой, а не даст ли кто ему хлеба. Поддайте, поддайте. И вдруг он слышит, мимо него проходит большое количество людей. Что это? Кто это? Кто это идет? Он в смятении. Ему говорят, это Иисус идет. И он вдруг от всего сердца начинает кричать ему. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Как бы толпа своим шумом заглушает его зов. Тогда он кричит еще громче. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Тогда Христос останавливается. Обратите внимание, Спаситель не проходит мимо ни одного человеческого вопля от сердца. От всего страждающего и больного сердца, обращенного к Богу. Он останавливается. И спрашивает у него, что ты хочешь от меня? Он говорит ему, Господи, я хочу прозреть. И тогда Христос говорит ему, прозри. Вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел. Кто имеет затруднения со зрением, прекрасно понимает, какой это дар от Бога видеть. Ясно и хорошо. А тот, кто все время в темноте и даже на ощупь передвигается, чтобы подойти к столу, одеться, обуться, попить чай, набрать стакан воды, перейти через дорогу. Представляете, сколько трудностей у тех людей, у которых нет зрения. И вдруг человек, который был слеп, прозревает. И, конечно, он славит Господа. И от предмета веры он приходит к содержанию всей своей жизнью, посвящая себя Господу. С тех пор он всюду проповедовал, что сотворил ему Иисус. Он славил Господа. А народ, видевший это чудо, воздал хвалу Богу. И вот в сегодняшней Евангелии, особенно в день, когда мы прославляем всех новомучеников и исповедников русских, мы должны вспомнить о слепоте. Ведь слепота бывает не только слепота глаз, но и слепота души человеческой, слепота человеческого сердца. Человек как бы и видя не видит, и слыша не слышит, ибо огрубело сердце людей сих. И глазами не видят, и ушами с трудом слышат, и не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их, говорит Христос. Христос, вторя древнему пророку Исаии, цитируя священное писание Ветхого Завета. А в Откровении, в третьей главе, мы читаем о неких людях, которых сегодня так много. Которые говорят, а мне не нужно ходить в церковь, у меня и так все есть. Зачем мне молиться? Мне главное заработать больше денег. Ты говоришь, что ты богат, разбогател, но ты нищ и наг и слеп, говорит таковому Христос. Ты, оказывается, слепец, а у меня все есть. Но ты нищий, ты ногой, ты слепой. Ты не видишь самого главного. Для чего ты пришел в этот мир и куда пойдет твоя душа? Неслучайно Исаак Сирин говорил, кого назову разумным, как не того, кто помнит, что есть предел его земного бытия. Человек, который понимает, что его жизнь очень коротка, а после перехода в вечность он встретится с Господом. И вот какой будет этой встречи? Радостной встречей со Христом, которого ты уже здесь на земле полюбил всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим? Или это будет страшная встреча, потому что ты уворачивался от его закона, ты не ходил в его церковь, ты не слушал его завета, ты не участвовал в его таинствах, ты не причащался его святых бессмертных животворящих тайн. Как страшно тебе будет умирать. И для тебя эта встреча будет страшным судом, а для верующего сердца это будет радостной встречей. И вот мы, вспоминая ослепление в нашем народе, особенно после переворота 1917 года, не можем не вспомнить, что происходило с людьми, которые потеряли это духовное зрение. И когда люди, которые прельстились этим материальным богатством, которые думали, что мы наш, мы новый мир построим без Бога. Стали образовываться такие движения воинствующих безбожников, начали рушить храмы, разрушать монастыри, сжигать иконы, сжигать на кострах священные писания, Слово Господне. Стали не только ссылать в ссылки священников, архиереев, верующих, мирян, монахов, женщин и мужчин. Их стали расстреливать. Вдумаемся. До революции в России было 150 тысяч священнослужителей. А на свободе, я не беру статистику ссылки в тюрьмах и просто в заточениях, которые умирали от голода, от холода, это только 130 тысяч священников расстрелянных. И к началу войны 1941 года в России оставалось всего 500 священников на свободе и всего 4 правящих архиерея. В церкви нависла угроза о ее дальнейшем сохранении. Если не будет епископа, не будет рукоположения. А оставалось всего 4 человека, которые могли рукополагать новых священников. 500 еще где-то, и то в ссылках, и немного в тайных комнатах, катакомбах, как в прежние времена, служили Господу, литургию и причащали верных людей. Вдумайтесь. До революции было 51 тысяча 413 храмов божьих. В 1939 году их остается 200. Всего 200 действующих храмов по всей Руси после 51 тысячи 413 храмов. Как назвать это в народе нашем, как не ослепление? Люди были ослеплены новой политической идеей, что можно построить рай на земле, он будет называться коммунизмом. У всех все будет, не будет болезней, не будет бедных, не будет угнетенных, все будут счастливы. Вот и сегодня, дорогие братья и сестры, мы должны задать себе вопрос. А отреклось ли наше Отечество от безбожия? Во всех ли средствах массовой информации у нас открывают имя Святейшего Бога? Или снова продолжают нас ослеплять наслаждением мира сего? Смотрите, как лукав дьявол. В первые годы гонения это было откровенное отречение от Христа. Вот идол, вот Христос, ты с кем? И христиане говорят, я со Христом. Поклонись идолам, не буду кланяться этим истуканам. Или смерть, или поклонись языческим богам. И они выбирали лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. Там было все понятно. Страдания, муки, истязания зверями, огнем, мечом, пытками. Но там было понятно. А потом сказали, есть такие лидеры. Карл Марс, вождь революции, который обманул людей, который ввел в Россию первым во всем мире, узаконил аборты Ленин, которого сейчас снова реанимируют и восхваляют. Именно через него сокрушилась Великая Империя. Он был рабом в этой общей колеснице. Но он вложил свою страшную, грязную роль в том, что произошло в 1917 году. Я хотел зачитать вам указ Ульянова, о котором он разослал по всем своим подразделениям, о уничтожении не просто буржуазных пережитков, но и реакционного духовенства. И чем больше мы его расстреляем, тем лучше для революции. Вы слышали, почему расстреляли столько священников? Потому что это был личный указ Ульянова. 130 тысяч священников. Мы сегодня снова возрождаем это имя. Мы снова возвращаемся к этим идеям коммунистической партии. Но сегодня еще одна угроза. Цифровой зависимости. Дьявол хитер под идеей коммунизма, счастливого будущего. Многие ослепили свои глаза и перестали видеть веру. Перестали видеть Христа, Церковь, Таинство. Перестали читать Слово Божие. Кругом во всех книгах имя Бога переписали с маленькой буквы. А даже в произведениях там, где даже в классической литературе говорилось о Христе, это все убиралось. Чтобы русские, советские граждане даже не читали ничего о Боге. Ну и, конечно, впереди грядущее испытание. Нам всем очень важно прозревать, не оставаться слепыми в вопросах веры. Нам обещают новое, цифровое, счастливое будущее. Посмотри в кассу, улыбнись и улыбкой расплатись. Так удобно, не иметь наличности. Все будет на карте. А потом со временем все будет в чипе. Уже все больше и больше в новостных сюжетах событий о том, что этот счастливый чип уже изобретается, уже вживляется прямо в мозг. Не надо даже учиться. Даже будешь не болеть. Если ты плохо видел, ты прозрешь. Ты будешь видеть. У тебя ноги не работают. Да ноги заработают, только вживи чип в свои мозги. И ты будешь счастливый. Вы слышите? Вы слышите, как хитер дьявол? Снова ты будешь счастлив без Бога. Ты будешь здоров и богат. Ты будешь знать несколько языков. Тебе не надо будет вообще учиться. А потому не нужны будут даже учителя. Будут такие цифровые платформы. А учителя будут все онлайн. Ты будешь смотреть в экран монитора и учиться. А потом тебе это не понадобится. Бери от жизни все. Наслаждайся. Один раз живешь. И вот эти новые вызовы и соблазны далеко не все из нас смогут преодолеть. Церковь нас заранее предупреждает о том, чтобы каждый из нас прозрел. А что для этого сделать? Мне и хотелось в завершении дать вам буквально несколько советов. Чтобы духовно прозреть, первое, нужно посмотреть не вокруг, а внутрь самого себя. И скоро Великий Пост, когда мы будем ежедневно повторять эту молитву Ефрема Сирина. Господи, даруй мне зреть и видеть. Видеть. Вы слышите? Дай мне видеть, Господи, мои. Согрешения. И не осуждать брата моего. И будем кланяться в пол, чтобы вообще ничего и вокруг не видеть. Мои, дай Господи, грехи увидеть. Первое, чтобы прозреть, нужно себя увидеть греховного. Неслучайно святые подвижники благочестия говорили, кто увидит свои грехи, бесчисленные, как песок морской. Это и есть его начало духовной жизни. Вы слышите? Не грехи всех людей, всего общества, всех стран и народов, а свои. Это и есть начало твоей духовной жизни, воспасения твоей бессмертной души. Не забывай об этом. Второе, что необходимо сделать для прозрения. Нужно увидеть в себе образ Божий. Ведь каждый из нас создан Богом по образу и по подобию Его. Значит, мы должны очиститься от всякой скверны, начинать жить свято. Будьте святы, как и Отец ваш, небесный свят есть. И так, увидев собственную грязь, мы можем ее омыть покаянием, исправлением своей жизни. А если мы туда не смотрим, мы будем всячески пытаться изменить людей, грешников омывать, исправлять, назидать, укорять, кричать, раздражаться. А себя так и не увидим, оставаясь и нищими, и нагими, и слепыми духовно. Вот почему, кроме грязи в себе, нужно вспомнить, а можешь ли ты образ и подобие Бога быть грязным внутри и снаружи. Вот тебе и сверхзадача. Преображайся, очищай свою душу, держи в чистоте свое тело, в супружестве верность, в воспитании благородства, в жизни верность Отечеству и Богу. И живи свято. Ходи в церковь, молись Богу, читай Евангелие. Не случайно сегодня вспоминаются слова Александра Васильевича Суворова. Молись Богу, от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит. И, конечно, еще один важный третий совет, чтобы прозреть духовно, нужно в окружающих нас людях увидеть тот же образ, что постараемся увидеть в себе. Образ и подобие Бога. Ведь не враги вокруг нас, а наши ближние, наши домашние, наши сослуживцы, с которыми мы иногда даже общего языка не находим. А если увидим в них образ и подобие Бога, они такие же, как и мы, грешники, они также нуждаются в преображении, в очищении, то мы тогда станем потихонечку им помогать увидеть себя, чтобы исправить себя, чтобы также прийти в познание истины и обрести разум духовный и прозреть. А чтобы все это осуществить, нам нужно почаще смотреть в зеркало. А что для нас, христиан, является зеркалом? Это Евангелие. Там образ Господа, истинного человека, Христа. Только через чтение Евангелия ты сможешь слечить свою жизнь, свой образ, с образом Спасителя, Господа, Христа, Бога нашего. И только читая Евангелие, ты можешь сказать, да, я совсем не похож на этот образ. Нет на мне ни милосердия, нет ни заботы, нет ни любви, ни к Богу, ни к ближним. И тогда начнешь постепенно прозревая исцеляться, преображаться. И так потихонечку от силы в силу восходя спасешь свою душу для вечности. Итак, дорогие, поздравляю всех вас с воскресным днем, хотелось бы всем нам пожелать как можно чаще смотреть внутрь самих себя, в нашу душу и увидеть там множество собственных прегрешений. Не забывать о том, что каждый из нас носит образ и подобие Бога. И, конечно же, постараемся видеть в ближних наших такой же образ и подобие, которым одарен каждый человек, а значит, у нас не может быть личных врагов. Мы должны относиться к ним как к самим себе. Вот потому спасители сказал, и как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Будем чаще смотреть в зеркало Святого Евангелия, где отображается Христос, так, чтобы отображалось в нем и наше с вами отображение, хотя бы в любви к Богу, хотя бы в помощи к ближним, в милосердии и заботе о тех, кто живет и трудится рядом с нами. Еще раз хотелось бы пожелать всем нам прозреть. Вот тогда Христос не пройдет мимо и нас, если мы будем чаще просить Господи, даруй и нам духовно прозреть. Мы видим, мы не спотыкаемся, мы видим друг друга, но мы не видим ни грехов, ни ближних, никого не замечаем, мы ослепли, а потому дай нам, Господи, силы прозреть. И Господь не пройдет мимо такого человека и скажет прозри. Вера твоя спасла тебя. Аминь.